Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры, в третьей очереди, жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапы-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел личный прием граждан. Такси и куры должны быть правильными. На планерном совещании Сергей Сергеев высказал свою позицию. Добросовестных предпринимателей будут поддерживать. В федеральном детском центре смены прошло первенство России по гиревому спорту. Мэр Анапы Сергей Сергеев провел очередной прием граждан по личным вопросам. О том, какие проблемы приводят анапчан в приемную мэра города, расскажем прямо сейчас. На приеме у главы города на этот раз три человека, три житейских вопроса. Юрий Николаевич Бибишев строит гостевой дом и подсоединится к электрическим сетям, желает обычной воздушкой. Хотя технические условия подобного строительства подразумевают подземную прокладку коммуникаций. Николай Викторович Девольд просит признать свое жилье непригодным для проживания, что на данном этапе разбирательство – компетенция судебных органов. А Ирина Витальевна Пульнева выступает от имени всех жильцов дома по улице Крылова номер 8. Девятиэтажный дом по улице Крылова в своем подвальном помещении с 2010 года обрел собственника этих помещений, который самостоятельно, без согласования с жильцами 45 квартир, определяет назначение построек. Работы эти, кстати, ведутся активно с обеих сторон многоэтажной свечки. Это справедливо волнует жильцов. Глава дал поручение разобраться с законностью действий предпринимателя и взял этот вопрос под свой строгий контроль. Любовь Евсеева, Станислав Фалько. Специально для Анапа. На городском планерном освещении обсудили вопрос обеспечения детей-сирот социальным жильем. Взвесив все доводы и выслушав мнение специалистов, мэр Анапа Сергей Сергеев отметил – эффективнее и выгоднее построить новое жилье. Начало строительства нового дома запланировано на 15 апреля. За неделю сотрудники полиции проверили 52 иностранных гражданина. Шесть привлекли к административной ответственности. По вопросу контроля миграционных процессов отчитался начальник отдела МВД Андрей Терехин и начальник миграционной службы Андрей Дубошин. В отделе МФМС поставлено на миграционный учет 341 иностранных гражданин. Проведено 9 ведовых мероприятий. В ходе мероприятий выявлено 8 нарушений миграционного законодательства. Три человека выдворены за пределы Российской Федерации. Это два гражданин Узбекистана, один гражданин Таджикистана. Поплатились за нарушение миграционного законодательства и правил регистрации иностранцев в принимающие стороны. Хозяева квартир, предоставившие жилье нерегалам и работодателям. На прошлой неделе закончено административное расследование в отношении юридического лица строительной фирмы ООО «Аванте», которая привлекла незаконно на работу 20 иностранных граждан. Эти 20 материалов направлены в городской суд, заседание судебное, назначенное на завтра на 5 феврале. Первый вице-мэр Анапы Светлана Яровая подняла вопрос предоставления социального жилья незащищенным категориям граждан – детям-сиротам. Выделяемых средств на приобретение квартир недостаточно. После изучения всех сторон проблемы принято решение – строить новое жилье выгодней и эффективней. Одним из вариантов на сегодняшний день нам, на мой взгляд, как предложение, в данной ситуации является строительство многоквартирного жилого дома. Семейный участок у нас подготовлен. Соответственно, на сегодняшний день у меня просьба в содействии всех вас будет к вам, к вашим службам, предприятиям ЖКХ и энерго-ресурсным предприятиям. Мы обратимся к вам за выдачей через технических условий под наш участок. Я думаю, две недели будет достаточно. Я думаю, 15 апреля начало строительство. Это реально, да? Да, я лично. Тех условий. 15 апреля. Мы без переболоха, без ничего. Я так, наверное, месяц узнадим домик, летошку перережем. Далее на планерке обсудили текущие вопросы, исходя из погодных условий. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов распорядился провести обследование всех водоемов Анапы. К инспектированию должны подключиться и главы сельских округов, обязанные обеспечить безопасность. Говорили о безопасности и во время проведения праздника на Театральной площади. 7 февраля, в день открытия Олимпиады, пройдет концерт и прямая трансляция церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. Праздник должен пройти на высоком уровне подготовки и обеспечения безопасности. Мэр Анапы Сергей Сергеев поблагодарил работников коммунальных служб за работу во время аномальных для Анапы морозов и в условиях ледяного дождя. Напомним, с 21 по 31 января в Анапе зимние стихии проявились дважды. Дождь, обледенение, затем снег и снова ледяной дождь. Бригады электриков устраняли обрывы линий круглосуточно, работая почти в экстремальных условиях. По пику нагрузки, а это было 31 января, у нас утром, без малого 40 тысяч населения были без электроэнергии. Представляете, что это? Каждый четвертый, пятый житель города города не имел этой услуги. И те фантазеры, которые говорят, что это все можно было убрать, я подчеркиваю, фантазеры, это надо было выгрязать зубами. Последствия мы видим до сих пор, на дорогах, на тротуарах. Но, Алексей Алексеевич, как только погода позволит, за ноль с плюсом перевали, то есть плюсовая, надо убирать. Еще раз хочу вернуться и поблагодарить плюсы и дорожников, и электриков, и коммунальщиков. Вы обратите внимание на санитарное состояние в городе по уборке первых бытовых отходов за работу в этой работе. Спасибо. Устранять последствия стихии начали сразу. Когда погода установится, работники примутся за восстановление тротуарной плитки и очистки дорог и тротуаров от смеси песка и соли. В городе на обледеневшей дороге выбросили несколько сотен тонн смеси. Мэр Анапы настроен возродить большой спорт в городе. Об этом тоже было сказано на планерном совещании. И планы не на словах. Большие достижения женской волейбольной команды нельзя забывать. Спортсменов надо поддерживать и вернуть их веру. Если есть герои, они должны чувствовать себя настоящими героями. Наталья Пухальская, Максим Логоша, Анапа. Регион. В связи с неблагоприятными погодными условиями спасатели МЧС, специалисты отдела гражданской обороны и управления образования предупреждают. Соблюдайте элементарные правила безопасного поведения. Родители, не отпускайте детей на лед без присмотра. Такие прогулки крайне опасны для жизни. Слой льда слишком тонкий. Особая опасность представляет лед, покрытый слоем снега. Вода под ним замерзает медленно и неравномерно. Во время гололедицы передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. Смотрите под ноги, старайтесь обходить опасные места и места с наклонной поверхностью. Если ледяную лужу обойти невозможно, то передвигайтесь по ней небольшими скользящими шагами. Руки, по возможности, должны быть свободны. Не держите их в карманах. Это увеличивает вероятность падений и травм, особенно переломов. Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги. Не торопитесь и тем более не бегите. Продолжая выпуск, они отмечают 2013 год как самый насыщенный, интересный и успешный. Юные танцоры Анапы принимали участие в Международном фестивале хореографического искусства в Санкт-Петербурге. Многократно выступали на концертных площадках Анапы на городских праздниках. Светлана Вилова познакомилась с талантливыми детьми, получившими специальную премию «Одаренным детям» от мэра Анапы Сергея Сергеева. В детской школе искусств номер два своих воспитанников, заведующая хореографическим отделением, педагог высшей категории Елена Пилипчук, учит творить движениями, пластикой, образами. Для нее танец не просто профессия, а стиль жизни. Чем дальше ребята постигают эту науку, тем более раскованными и свободными становятся их движения. Появляются легкость и благородство. Ребята воспринимают классический танец как что-то идеально красивое, возведенное в высочайшую степень исполнительского мастерства. Говорят, что народный танец – это портрет народа. Ангелина Гейль – ведущая солистка образцового художественного хореографического ансамбля «Конфетти», обладатель гран-при международного фестиваля «Праздник весны», который недавно прошел в Санкт-Петербурге. Вместе с учениками хореографического отделения постигает разнообразие стилей и манеру исполнения танцев разных народов. Мне нравится вообще все. Благодаря Елене Петровне, как она мастерство свое преподает нам, она все вкладывает, всю душу в нас. И как бы всю классику, все благодаря ей. В общем, все нравится танцевать. В балете «Магазин кукол» она блестяще исполнила вариацию из балета «Эсмеральда». Надо отметить, что это первый детский балет, который был создан в Анапе. Свою давнюю мечту воплотила в жизнь Елена Пилипчук. Сразу было понятно, что этим танцорам, которые на протяжении двух актов создавали на сцене волшебную сказку, присущи трудолюбие и стремление к цели. Англина – обладатель специальной премии главы города-курорта «Одаренным детям». Вместе с ней в этом году этой высокой наградой удостоились Анжелика Поддубко и Михаил Скляров. В 2013-м Анжелика завоевала премию гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале «Синёка Анапа». Михаил тоже очень старательный и талантливый ученик, на которого педагог возлагает большие надежды. Мне все больше и больше нравился этот вид искусства. В танце можно выразить все свои эмоции, выработать силы воли. Спасибо, конечно, нашему педагогу, что вообще организовал такой ансамбль. И руководству города тоже спасибо, что организовывают много конкурсов. И премию мэра, потому что есть к чему стремиться. Каждый год дети с удовольствием ждут премию мэра «Одаренным детям». Потому что каждый год детей, победивших в разных международных и всероссийских конкурсах, в нашем ансамбле становится больше и больше. И поэтому очень приятно, что в одном году одни дети награждаются, в другой период другие дети имеют возможность. 25 апреля конфетти исполнится 20 лет. Юбилейный день рождения коллектив отметит на сцене городского театра. В программу войдут лучшие номера. Юные артисты всегда полны творческих сил, планов и готовы покорять новые высоты. Светлана Альвилова, Алексей Мухортов, Анапа Регион. Первенство России по гиревому спорту прошло в Анапе в Федеральном детском центре «Смена». За звание победителей и главные награды соревнований боролись юноши и девушки в двух категориях – 14 и 18 лет. Этот вид спорта называют самым мужским и самым русским. Первенство по гиревому спорту принимают в Федеральном детском центре «Смена». На соревнованиях более 400 спортсменов представляют 39 регионов России. Весь алфавит в географии участников – от Алтайского края до Ямала-Ненецкого автономного округа. Спортсменов, юношей и девушек, несмотря на тяжелый характер этого вида спорта, покоряется и дамам. Приветствовал заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Мне бы хотелось сегодня искренне вас от имени главы муниципального образования город-курорт Анапы Сергея Павловича Сергеева поздравить с прибытием на нашу землю благодатную Анапскую, город-курорт Анапы, город-курорт Анапы, город-курорт Славы. И хотелось бы в этот знаменательный день, почему знаменательный? Потому что, мало того, что прибыли практически все команды со всех регионов нашей неопъятной страны, 39 команд и около 400 участников. Знаменательное по количеству участников и потому, что накануне Олимпийских игр в Сочи олимпийского настроения и по олимпийски высоких достижений пожелал спортсменам депутат Законодательного собрания края Николай Иванюшкин. Многие знают о том, что на последних летних Олимпийских игр в Краснодарский край организовало огромное количество медалей, их количество превысило достижения Франции, Бельгии и других государств Европы вместе взятых. Я очень надеюсь, что имелиники Краснодарского края тоже не отстанут и покажут замечательные результаты в первенстве России по переводе спорта. Это спорт настоящих мужчин. Старт дан. Открытие первенства России состоялось. Соревнования пройдут до 5 февраля. Имена победителей станут известны уже завтра. Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа. Регион. Напоминаем анапчанам и гостям курорта. В пятницу 7 февраля на Театральной площади пройдет грандиозный праздник в честь Дня открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Начало праздника в 18 часов. Гостей встретят на организованных интерактивных площадках. А в 20 часов 14 минут на большом экране начало прямой трансляции открытия главного события этого года Олимпийских игр в Сочи. 7 февраля. Театральная площадь. В 18 часов. Анапа встречает Олимпиаду Сочи-2014. Для вас. Интерактивные площадки, посвященные олимпийским видам спорта. Праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов Анапы. Массовый флешмоб и прямая трансляция открытия Олимпиады в Сочи. Анапа! Встретим Олимпиаду вместе! 7 февраля. Театральная площадь. В 18.00. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В среду, 5 февраля, в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем минус 1, плюс 1. Ночью до 2 градусов мороза. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 3 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.